Индия Грей. Красавец и скромница. Глава первая. Найти завидного холостяка. Сара остановилась в центре парковки перед рестораном, комкая в руке открытый конверт. Она должна познакомиться с завидным холостяком. Это первая из фантов, которую она получила вместе с приглашением на девичник перед свадьбой сводной сестры. Миссия из разряда невыполнимых. Если бы Сара была способна найти такого, наверное, не осталось бы в своей почти тридцать одна с маленькой дочерью на руках. За рядами сверкающих мерседесов и BMW, выстроившихся перед самым модным в Оксфордшире загородным пабом, далеко простирались поля и перелески, залитые мягким светом низкого летнего солнца. Сара выросла в этих краях, но знакомый с детства пейзаж не успокоил ее. В голове царил полный сумбур, конверт жег пальцы. Надо войти в ресторан и признаться, что первый фант ей не по силам. Теоретически она может вообще не ходить на вечеринку, не принимать участие в идиотской игре, не превращать себя в мишень для насмешек. Молодая женщина кинула грустный взгляд на лесок у ручья за оградой. Она знала эти места как свои пять пальцев. Вокруг много укромных уголков, где ей легко затаиться. Однако какой бы привлекательной ни казалась мысль провести вечер, спрятавшись на дереве, Сара отмела ее как социально неприемлемую. Нельзя же прятаться всю оставшуюся жизнь. Она пригладила рукой густые вьющиеся кудри. Пора научиться смотреть в лицо действительности хотя бы ради Лотти. У ребенка должны быть двое родителей, не так ли? Рано или поздно Сара найдет мужчину, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после столь неожиданного ухода Руперта. Но она не будет бросаться на мужчин, только чтобы не стоять с пылающими щеками перед сестрой и ее лучшей подругой, придумавшей это глупое развлечение. Мысль о другом мужчине заставила ее похолодеть. Пока что она не готова даже думать, что кто-то может заменить Руперта. Впрочем, сейчас не время для размышлений о личных катастрофах. Сейчас время собраться с силами и присоединиться к остальным девушкам в пабе. Из ресторана на улицу высыпала веселая компания. Молодые люди едва взглянули в сторону Сары, но один любезно придержал для нее дверь. Отступать было поздно. Молодая женщина переступила порог, вошла в полутемный холл на ходу дрожащей рукой, засовывая конверт в задний карман джинсов. С тех пор, как она уехала из Оксфордшира, скромный сельский пап Роза и Корона сильно изменился. Сара помнила его другим, с потертыми коврами на дощатых полах и выцветшими охотничьими гравюрами на прокуренных стенах. А теперь это шикарное заведение с полированными дубовыми полами, кирпичной кладкой стен и постоянно мурлычущей на заднем плане тихой, раздражающей стильной музыкой, которая помогает биржевым брокерам и успешным юристам расслабиться после напряженной рабочей недели. Сара занервничала, вдруг почувствовав себя здесь старомодным пережитком прошлого, и повернулась, чтобы уйти, но уязвленное самолюбие заставило ее изменить решение. В конце концов, она самостоятельная женщина, способная содержать и воспитывать ребенка, делать по дому любую, даже мужскую работу легко, без посторонней помощи, заполнять налоговую декларацию. Сколько смелости нужно, чтобы подойти к стойке бара и заказать напиток? Бормоча извинения, Сара протиснулась ближе к стойке и беспокойно оглянулась. Через открытую дверь она видела Анжелику и ее подруг, толпившихся вокруг большого стола на веранде. Не заметить шумную компанию хорошеньких девиц, одетых в одинаковые короткие розовые маечки с надписью «Последний загул Анжелики на груди» было невозможно. Во всяком случае, посетители мужского пола не спускали со сборища на веранде глаз. Идея одинаковых маечек, как и затея с игрой Фанты, принадлежала стройной брюнетке Фенелли, ближайшей подруге невесты. Сара одернула майку, тщетно пытаясь прикрыть полоску голого живота над слишком тесными джинсами. Если бы она в очередной раз не отказалась от диеты, то сейчас легко порхала бы среди остальных девушек, смеялась, кокетливо запрокидывая голову, и все завидные холостяки укладывались бы у ее ног штабелями. Возможно, ей не пришлось бы даже искать жениха, потому что Руперту и в голову не пришло бы бросить ее ради прекрасного и надменного, как айсберг, блондинистого системного аналитика по имени Джулия. Но одинокие ночные бдения на диване с бутылкой дешевого вина и коробкой печенья возле спящей лотти сделали свое дело. Она не похудела ни на грамм. Сара утешала себя тем, что до свадьбы еще есть время, и она успеет сбросить лишний вес. Церемония должна была пройти в Италии, в Тоскане, где Анжелика и Хью купили полуразвалившийся фермерский дом, который планировали превратить в роскошную усадьбу. Работы там шли полным ходом. Сара легко могла представить себе подружек Анжелики в легких шелковых платьях, гуляющих по дорожкам живописного сада, и себя на кухне в бесформенном фартуке поверх пышных форм. Настречу Саре сквозь толпу протискивалась фенелла с бокалами разноцветных коктейлей, из которых в разные стороны торчали бумажные зонтики и вишенки на шпажках. Она оглядела Сару с холодным интересом. «Вот и ты, наконец! Мы уже решили, что не явишься. Что будешь пить?» «Пожалуй, я бы заказала бокал белого сухого вина». Стакан диетического тоника был предпочтительнее, но вино поможет снять напряжение. Фенелла, картинно закинув голову, смеялась глубоким гортанным смехом, заставив обернуться всех мужчин вокруг. «Ну уж нет!» заявила девица. «Достань-ка свой конверт с фантами, там есть идея поинтереснее». И она двинулась в сторону веранды. Сара почувствовала, что ее сердце тонет быстрее, чем Титаник. Фенелла придумала для всех по несколько заданий, каждое в отдельном конверте. И у Сары не хватало духа заранее узнать, какие еще унижения ее ожидают. Она достала из большого конверта конверт поменьше, раскрыла, прочитала и застонала от отчаяния. Стройный красавец-бармен откинул с глаз длинную челку и сделал едва уловимое движение в ее сторону, которое она восприняла как предложение сделать заказ. Сара попыталась унять сердцебиение, краска смущения поползла от шеи вверх по щекам, губы пересохли. «Мне, пожалуйста, коктейль, бурный оргазм». Она не узнала собственный голос, прозвучавший низко и хрипло. «Чего вам?» «Бурный оргазм, пожалуйста», повторила Сара несчастным голосом. Щеки горели, она напряглась, чувствуя за спиной движение плотной массы людей и взгляды, обращенные в ее сторону. Подруги Анжелики на время забыли о кавалерах, на которых отрабатывали технику неотразимого кокетства, столпились в дверях, даже не пытаясь держать коллективное веселье. По крайней мере, кто-то находил ее мучения забавным и получал от них удовольствие. «Какой вам?» продолжал пытку бармен, глядя на нее с явным раздражением. «Не знаю, ни разу не пробовала». Попыталась улыбнуться Сара в отчаянной попытке обратить все в шутку. «Ни разу не пробовали бурный оргазм? Тогда позвольте, я закажу для вас». В голосе, прозвучавшем за ее спиной, терпком и бархатным, как выдержанный коньяк, слышался акцент, который разительно отличал его от не слишком аристократического говора завсегдатаев розы и короны. Молодая женщина быстро обернулась, мужчина стоял к ней почти вплотную, он был таким высоким, что Сара не могла его как следует разглядеть. Глаза уперлись в смуглый треугольник шеи в отвороте рубашки, когда он наклонился к стойке и сказал бармену «По одной части водки, калуа, амаретто». Потому, как он произнес амаретто, Сара записала его в итальянцы. Интонация была такой интимной, что соски под ее тонкой майкой затвердели. Что с ней происходит? Сара Холидой никогда не была одной из тех женщин, которые принимают алкогольные напитки от незнакомых мужчин в барах. У нее пятилетняя дочь, и вот уже семь лет она безумно влюблена в отца девочки. «Спасибо за помощь», пробормотала она, «я справлюсь сама». Сара подняла глаза на незнакомца и в горле застрял комок. Он стоял спиной к окну на фоне заходящего солнца, но она разглядела темные волосы и худое угловатое лицо с волевой челюстью в трехдневной щетине. Полная противоположность Руперту, типичному светловолосому красавцу-англичанину, отметила про себя Сара. Скорее, обаятельной, чем красивой. В этот момент итальянец слегка наклонился к ней. У Сары возникло чувство, будто он привлек ее к себе и прижал к груди, будто она ощутила тепло его тела. Прищурив темные глаза, он лениво оглядел ее с головы до ног и спокойно сказал, «Мне доставит удовольствие угостить вас». «Нет, я сама». Дрожащими руками она открыла кошелек. Кроме нескольких мелких монет, денег в кошельке не было. Сара вспомнила, что отдала последние пять фунтов в копилку Лотти в качестве штрафа за то, что не сдержалась и употребила грубое слово. Меры наказания, которые Лотти применяла за такого рода нарушения, были драконовскими. В твердости характера и деловой хватке девочка не уступала своему отцу.